Сахарный диабет. Сахарный диабет, проблема которого сегодня представляет угрозу. На третьем месте диабет стоит по тому, насколько много жизни забирает у людей. После сердечно-сосудистых и онкологических проблем. Диабет сахарный. Суть болезни в том, что болезнь возникает в голове, реализуется в поджелудочной железе, где инсулин начинает плохо вырабатываться, и осложняется, как правило, в сосудах. Раз, два, три. Важно ли о диабете говорить сегодня, если человек не болен диабетом? Очень просто. Надо взять и прийти и спросить у того человека, который уже заболел диабетом. Собирался ли ты болеть диабетом два года назад? Нет. Что делать для того, чтобы не заболеть? Ничего. Чем отличаются все люди от того человека два года назад? Ничем. Никто ничего не делает в надежде, что не заболеет сахарным диабетом. Сахарный диабет, еще раз скажу, это проблема из трех частей. Голова, сама железа и сосуды. Можно ли иметь здоровье для этих частей себя? Для этих, скажем, систем? Можно, да. Приходим в салонного образца. Имеем вот такой девятишариковый проектор. Асторация при помощи девятишарикового проектора голова? Да. Каким образом? Прижигаются сонные артерии, где атероскероз в них уже может приводить к нарушению кровообращения в голове и к развитию неправильной команды для железы. Гипофиз дает неправильную команду железы. Начинается диабет. У, как правило, пожилых людей. Прижигаем сонные артерии раз. Разогреваем мышцы шеи два. Прижигаем шейный отдел позвоночника три. Делаем массаж и вытяжение для улучшения вертебрального кровотока. Четыре. Спускаемся ниже. Поживочная железа. Сам орган по себе. Очень маленький. Очень вредный. Дорого стоит в лечении. Очень дорого. Например, тот же самый хронический панкреатит. Итогом которого может стать диабет. Обходится в лечении при острой стадии в обострении. Ну, тысяча, полторы тысячи в один день. В течение недели вот такие затраты на каждый день. Потом в день гривен. Полторы тысячи гривен бывает. Надо тратить при обращении у сонного панкреатита. Пожилая железа маленькая и очень дорогая. Что для ее жизни надо? Иммунитет, кровоток, нервы. Иммунитет где взять? Прогреваем позвоночник весь вечером. Температура 60-65 градусов. Глубокое прогревание позвоночника. Кровообращение, разогревание почвозочной железы. При этом задает вопрос первый. Где она расположена, железа? Железа расположена в межреберии. В подреберьях, между двумя подреберьями. Больше слева и несколько справа головка. Можно ли ее разогревать? Да, можно. Почему? Потому что она обслуживает сам процесс питания и вырабатывает как минимум сок. Для ее жизни нужно кровообращение. В железе с нормальным кровотоком, диабет второго типа, никогда не развивается вообще. Только на фоне плохого кровотока. Поэтому улучшение кровотока в самой железе улучшает ситуацию и выделение инсулина в том числе. Иннервацию к железе можно улучшить, прижигая седьмой сегмент позвоночника. Это лучше делать в течение утра и повторять в течение дня несколько раз. Для здоровья сосудов, как мы и рассматривали в других презентациях, необходимо применять режим прижигания в целом для всего организма, накапливая часы прижигания. Вообще, без речи о выздоровлении от диабета, без прижигания не нужно. Прижигание это номер один, что надо знать диабетику для оздоровления себя.